Сегодня мы попадем в мир разноцветных лоскутков, ниточек, иголок, потому что мы идем в гости к настоящей швее. 29 лет назад 17-летней девчонкой сразу после школы Алена попала на швейный комбинат. Уже через полгода стала мастером 4-го разряда по пошиву верхней женской одежды. С тех пор никогда не расставалась с любимым делом. Из того дня я не изменяю этой профессии. Я ее очень люблю, так как она очень разнообразная, включает в себя и общение с людьми, и массу разных вещей. Ты всегда видишь, какие вещи в тренде, кто что носит, какие технологии у нас новые происходят в этой жизни, как нужно правильно, красиво шить и качественно. И когда ты видишь благодарность людей, то, конечно, ты им тоже благодарен. Чего только не шили ее золотые руки. От перекроя шуб и чехлов на яхты до тончайших шелковых платьев. Но самое любимое в швейном деле – ремонт одежды, говорит мастер. Продлевать жизнь любимым вещам, подгонять модели по фигуре, штопать, подбирая нитки в тон, Алене доставляет особое удовольствие. Этот ряд ниточек, он идет только для штопки джинсов. Они подбирались многие года, потому что джинсы бывают абсолютно разные. Также тон ниток абсолютно разный, и это мой любимый эксклюзив. А вот за индивидуальный пошив старается не браться. Говорит, здесь нужны особые навыки – моделирование, конструирование, крой. И это совсем другая швейная история. Теперь мы попали в другой швейный мир. Здесь занимаются так называемой массовкой или массовым пошивом одежды. Любая брендовая вещь, которую мы носим, рождается на листке бумаги. Зарисовка, конструирование, выкройки, разработка технологии пошива, перенос, выкройки на ткань. И это лишь начало. Вероника Азарова знает эти этапы на зубок. Конструктор смотрит, где нужно сделать определенные изменения в модели, чтобы она хорошо сидела. Это все мы делаем на примерке. После того, когда образец отработан, мы уже начинаем запуск, мелкосерийный запуск. Вот на данном изделии, к примеру, это будет по 10 единиц на размер. Пиджаки в клетку, широкие брюки завышенной талии, замшевые юбки с запахом – тренд этой осени. До каждой детали в одежде при массовом пошиве свой мастер, своя швейная техника. Все зависит от ассортимента, от изделий, видов изделий. Если это трикотаж, то вам понадобится плоскошовная машина. Я планировала трикотаж, но пока сейчас, на данный момент, у нас нет заказа, поэтому это оборудование пока у нас не задействовано. Оборудование закупают постепенно, по мере необходимости, говорит Вероника. Организовать швейное производство по массовому пошиву – процесс затратный и трудоемкий. Но самое сложное – найти достойных мастеров.